Зима пришла. Обильный снегопад 7 декабря стал причиной многочисленных пробок. Городские службы работают нон-стоп, устраняя последствия стихии. Дорога домой. Рязанские журналисты два года работали над фильмом о войне. Сегодня результат презентовали в областной библиотеке. Почти 2 миллиарда рублей в плюс. Рязанский бюджет получит поддержку из федерального центра. Утренний обильный снегопад сковал движение на улицах Рязани. Небольшая ошибка синоптиков, а они прогнозировали дождь, и гололед никак не повлияло на работу коммунальных служб. В дирекции благоустройства ситуацию мониторят ежечасно. Именно поэтому снегоуборочная техника вышла на очистку дорог еще ранним утром. Первые машины дирекции благоустройства города выехали еще в четвертом часу утра, как раз с первым снегопадом. Погоду в управлении мониторят постоянно. Камеры видеонаблюдения установлены на 26 перекрестках центральных улиц. Поэтому и отреагировали на непогоду быстро. Днем техники на дорогах города стало еще больше. На улице города сейчас 21 пескоразбрасывающая машина. Они выстроены в колонны, они обработали улицы, они заметают улицы и заново будут обрабатывать. При необходимости такой процесс будет продолжаться до полного окончания таких погодных явлений. Также у нас работают 8 тракторов в городе. Это на расчистке тротуаров. Один у нас чистит, который он обрабатывает тротуары. Техники на данный момент, говорят, хватает. Помогают и люди. Спецы с лопатами расчищают остановки общественного транспорта, переходы и подходы к социальным объектам. В дирекции благоустройства отметили, что работать сотрудники будут как минимум до окончания непогоды. Работать будут усиленно в несколько смен. Расчистка дорог будет продолжаться также в ночное время. У нас после пересменки работы будут продолжиться. И ночью будет город расчищаться еще дополнительно. Ирина Трошина добавила, что нужно понять, одномоментно город от снега не расчистишь. А уж тем более после такого обильного снегопада. Это долгая и кропотливая работа. У автомобилей заканчивается топливо и песко-соляная смесь. Они постоянно возвращаются на дозаправку и снова выезжают на улицы города. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Бюджет региона станет больше на миллиард 862 миллиона. Об этом на правительстве заявила сегодня министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Это прогнозные планы ближайшего года, которые позволят существенно нарастить расходную часть. Возможно, дополнительные деньги понадобятся на обустройство уличного освещения. Этого требуют жители города. Николай Любимов привел не очень приятную статистику. Почти треть всех детских площадок в Рязани не отвечают требованиям безопасности. С этих пугающих цифр начал Николай Любимов. Во избежание детского травматизма все игровые зоны нужно взять под персональный контроль, заявил он. Следующая статистическая выкладка губернатора тоже не порадовала. По его словам, только в ноябре на проблемы с уличным освещением от рязанцев поступило 384 жалобы. И почти 1800 за весь год. Рязанцы хотят жить в городе, где комфортно, удобно и безопасно, самое главное. Рязань у нас областной центр, мы живем в 21 веке, когда проблем с освещением улиц уже в принципе быть не должно. И вариантов решения вопроса тоже очень много. А вот дальше цифры пошли приятные от министра финансов. Во-первых, еще в этом году региональный бюджет станет больше на 800 с лишним миллионов рублей. Это целевые средства из федерального центра на агропромышленный комплекс и в дорожное хозяйство. Получит примерно поровну. Да и в целом прогноз на увеличение казны позитивен. Ее сумма в ближайшие годы возрастет на миллиард 800 миллионов. Экономика, несмотря на непростое время, движется вперед, развивается. И тому подтверждение, собственно говоря, дополнительные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета. Миллиард 800 – очень серьезная сумма, очень серьезный рост. Я считаю, что об этом должны многие знать и оценить. На самом деле, те меры, которые предпринимаются на уровне федеральном, правительством Российской Федерации по поддержке наших малых, средних предприятий, крупных предприятий. Ну и, конечно, на региональном тоже, на нашем уровне. Это самый основной показатель, я считаю, успешности предпринимаемых мер. Дополнительные деньги, понятно, потребуют нового перераспределения. Николай Любимов пообещал его сделать в пользу социальных обязательств. Максим Васильев, телекомпания «Город». Деньги на уличное освещение пришлись бы, кстати, и поселку Красный Восход. Местные жители недовольны отсутствием дорог и света. Бюджет поселка, по их словам, не выдерживает никакой критики. Деньги якобы собираются тратить не туда, куда нужно. Герман Гущин продолжит. Уличного света в Красном Восходе ждут уже 7 лет. На все вопросы гражданских активистов местная власть отвечает банально – денег нет. Но вот если вы, мол, скинетесь всем миром – будут. Дорожку из тротуарной плитки местная мэрия готова сделать уже в следующем году. Но в соседнем поселке. У нас по этой дорожке в Ларске ходят 250 учеников утром, а 250 человек после школы ходят по этой дороге, по тротуару, который был испокон веку. Еще не факт, что мы эти деньги истратим туда. И плюс, этих денег не хватит только на то, чтобы составить проект на эту дорогу. Дорога строится. Сначала вставляется проектная документация, затем проводится изыскание и все остальное. Наш глава поселения сделал очень интересную вещь с выделением земель многодетных. Раньше тут дорога не была. Она проходила вдоль вот этого забора деревянного, вдоль соседа прям. То есть где сейчас ваш находится участок? Да, вот мой участок фактически на старой дороге. Да, вот. Но он воспользовался тем, что дорога не закадастрена, и он ее долгое время не кадастрил. И, по-моему, до сих пор это не сделал. И все время говорил, что у него якобы на это нет денег. И это же была отличная лазейка для того, чтобы никак не обслуживать дорогу. Совсем недавно в мэрии приняли бюджет, который местным жителям не понравился. Совсем. А на публичных слушаниях глава поселения от комментариев на камеру отказался и пообещал ответить на все вопросы на личном приеме. Продуктивно все было. Письменные предложения. Да у меня писем миллион. У меня писем миллион. Я в вопросе всех не касается. Вы зайдите ко мне в кабинет, там поговорите. Как считают жители Красного Восхода, тратить деньги в ближайшие два года власти намерены совсем не на то, что нужно. Например, есть статья очистка прудов. А их возле поселения просто нет. Реакция в соцсетях на эти расходы вызвала резонанс. Под и вокруг храма проходит дренажная система для близколежащих грунтовых вод. Эта система закольцована и направлена на выход в падину, которая именовалась пруд. А теперь представьте, что будет, если наполнить пруд водой. Вся вода пойдет по строящийся храм. Последствия колоссальные. А пруд рядом с церквью. Его когда будут делать? Его уже закидали деревьями. Сколько себя помню, это была зимняя горка. Теперь в этом году будут еще покалеченные дети, которые уедут в эти ветки, катаясь с горки. Ибо другой нет, а кататься хочется. Виноваты будут родители, потому что фактически это никакая не горка. Нет такого объекта. Несогласные с политикой местных властей активисты намерены идти дальше и обращаться не только к губернатору, но и к президенту. Говорят, опыт такой у них уже есть. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Документальную драму «Дорога домой» представили сегодня в областной библиотеке имени Горького. Боевой путь молодого рязанского парня Арсения Благонравова, воссозданный авторами по письмам «Домой» и архивным материалам, выглядит не просто реалистично, но и пронизан настоящей любовью к родине солдата, так и не вернувшегося с войны. Наша съемочная группа была на премьерном показе. В основу фильма «Дорога домой» легла книга журналистов Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма домой». Составлены из 150 писем фронтовика рязанца Арсения Благонравова. Он двоюродный брат моей бабушки. Все 150 писем хранились в такой картонной коробочке у нас дома. Из поколения в поколение они передавались. И в какой-то момент я решил их как-то разобрать, перебить на компьютер, отсортировать. Совершенно случайно это совпало с интересом другого рязанского журналиста Евгения Баранцева, который занимается историей Великой Отечественной войны на рязанской земле. Просто в письмах и у родителей Арсения не было никакой информации от официальных источников, ни от военкомата, ни от госпиталей, ниоткуда. Похоронки на него не было. И было только последнее письмо, которое пришло из Беломорска, с берега Белого моря. По почтовому номеру Евгений Баранцев сумел выяснить, куда Арсений со своим полком попал. Нашлись документы, подтверждающие, что младший лейтенант выбыл по ранению в госпиталь 10 октября. С 9 на 10 число в тех краях как раз произошел кровопролитный бой, в ходе которого, скорее всего, и был ранен рязанский парень, после чего его след потерялся. Здесь документальные эпизоды сочленяются с художественными, с реконструкциями событий времен войны. Путь главного героя Арсения Блаконравова проходится как бы в двух исторических параллелях. В параллеле сегодняшнего дня, расследования, которые ведут журналисты, и в параллеле 41-44 годов, когда показывается сам жизненный путь Арсения. Для документальной игровой ленты авторы книги придумали сюжет, в котором художественный прототип Арсения, актер Вячеслав Журавлев повторяет фронтовой путь главного героя. Не было чувства, что где-то это додумано, докручено, чуть более героизировано, романтизировано. Нет, то есть реально как будто ты читаешь про своего друга, про своего товарища, который жил на соседней улице. Это был человек очень тонкой и душевной натуры, который попал в очень суровые, жестокие, такие вот черные обстоятельства. Но даже находясь там, он все равно думал о своих родителях, он не писал им, что мне тут плохо, а он писал им, я вот сходил в поле, набрал цветов, у меня все хорошо. Вместе с ним уже в наши дни дорогами войны проходят журналисты. Они исследуют обстоятельства жизни и исчезновения без вести красноармейца. Мы придумали для себя концепцию, что этот фильм должен быть снят рязанцами для рязанцев. То есть было важно, чтобы на экране оказалось задействовано как можно больше обычных рязанцев. Там это и школьники, и студенты, и люди самых разных профессий. И в большинстве своем они играли отнюдь не хуже, чем профессиональные актеры. Фильм «Дорога домой» – совместный проект издательства прессы и рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда». Поддержку проекту оказали правительство Рязанской области, Ново-Рязанское ТЭЦ и Приу-Внешторбанк. Режиссером выступил рязанец Дмитрий Просуков, имеющий большой опыт работы на Мосфильме. Он же написал музыку. Главный оператор – Сергей Карпов. Фильм снимали в Рязани и Рязанской области, Новгородской, Вологодской и Мурманской областях, Карелии и Москве. Съемочная группа в точности повторила географию перемещений главного героя в 1942-1944 годах. Общая работа над фильмом заняла почти два года. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Существует ли женская дружба? Спор, который не прекращается и идет сквозь эпохи, но не касается Софьи Романовой и Анны Монастыревой. Познакомились они за студенческой скамьей в художественном училище и с тех пор ни много ни мало 20 лет дружат и даже совместно творят. Выставка акварелей двух художниц открылась в преддверии новогодних праздников. Процесс творчества почти волшебный, а в случае с акварелью особенно. Из растекающихся, кажется, хаотично потоков растворенного в воде пигмента, неуправляемых, непредсказуемых, под кистью мастера рождаются образы. Я люблю давать акварели текучесть, то есть все-таки это стихия, это вода. Мне важно, чтобы это присутствовало в моих работах. Но там, где мне нужно, я стараюсь показать какие-то детали, потому что без деталей не сложится картина. То есть детали – это важная часть для меня лично. Я люблю в них покататься, передать что-то, какие-то нюансы, показать какие-то образы, каких-то персонажей. Для меня это целая история, потому что какие-то заборчики прорисовать. Софья Романова – художница с 20-летним стажем, признанный пейзажист. Здесь представила работы в основном за прошедший год. И это удивительно яркие, при этом невесомые сюжеты, мотивы, близкие каждому. Рядом с ними работы ее подруги. Это выставки «Гимн нашей дружбы». Мы хотели показать одну и ту же тему, но как мы по-разному выплескиваем свои ощущения, эмоции одними и теми же материалами на бумагу. На выставке представлены и совместные работы художниц. Они выглядят гармонично, будто писал один человек, слаженно. Авторские манеры обеих дополняют и уравновешивают друг друга. Прямо на открытии совместной выставки авторы провели мастер-класс, где показали, как они работают вместе. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей на сайте телекомпании и в социальных сетях. А я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова